Гомельский комбинат хлебопродуктов отправил первую парту муки в Хорватию. На предприемстве не только утромливают активный прационный ритм и забеспечивают продукции белорусские регионы, но и выходят на новые замежные рынки. Зерни окажут хопить до наступного урожаю. Марина Северьянова с подробностями. Катерина працует на комбинате хлебопродуктов третий год. Она – технику лаборатории и отказывает зачастение зерни. Работает анализы сыра вины, которая идет на млын. Штудеянь треба перебрать по умехам. Зараз, например, специалист вызначает пустозельную примесь. Треба уважливо проглядеть кожная зернятка. У вынеку от этого залежит якость муки. А кроме того, чем меньше сметя, тем дождь заховывается зерня. Работа кропотливая. Нужно проверять качество, отсора отделять, проверять, чтобы в дальнейшем была хорошая мука, мука хорошего качества. А у этой лаборатории своей проверки проходит мука. Контроль ее якости отбывается каждые две годины. Технолог Настасия Крумина вот так малявнише высыпает муку на стол, равняет и оценивает однородность. Потом магнитом вызначает утримание металломагнитной примеси. Затем муку треба проверить на белизну. Вот это, например, высшейшая гагатунка. С лаборатории отправляемся на склад. Тысячи белых мяхов разойдутся вельми худко. Мы находимся на складе готовой продукции. Здесь порядка две тысячи тонн муки. Все зависит от текущего спроса. Данного количества достаточно для реализации в течение 20 дней. А кроме белорусских регионов, муку купляют в России, Украине и Молдове. Первая парта – 10 тонн – отправилась в Хорватию, что день предприемства вырабляет около 270 тонн муки. И охапает, как безперебойно забеспечивать своих покупников. Полову, до речи, набывая Гомель-Хлеб-Прам. Пять годов тому у филияли пройшла модернизация. И с того часу объемы вырабляемой продукции повеличились прикладно на 10%. Полепшилась и ее якость. Наше предприятие социально ориентировано. Поэтому цены на нашу продукцию регулируются государством. Исходя из этого, рентабельность нашего производства невелика, но составляет стабильно 6-7% в год. Предприятие работает стабильно, выпускает качественную продукцию. На Пераде новые планы. У ближайших – модернизация линии фасолки продукции и выпуск новых выработок. Марина Северьянова, Сергей Камку, Телерадо, компания Гомель.